Что будешь, приятель? Арахисовую пасту. Пися. Папа, смотри, что я в школе нарисовал. Гениально, чемпион. Я уже хорошо пишу. Да. Вот это да. Ну, посмотри. Я лапал белописи Тима. Эндрю, почему ты это написал? Потому что мисс Ге просила нас нарисовать, как мы провели выходные. Кто такой Тим? Тим с Эндрю играет в одной команде. А это розовое что? Трава. Она розовая? Мне нравится розовый. Нарисую зелёным. Трава всегда зелёная. Значит, внуков у нас не будет. Ради бога, это же безобидные эксперименты. Я лапал белую писью Тима. Даже боюсь спросить, что это значит. А ты, когда был молодым, не экспериментировал? В каком смысле? В каком смысле? Да ладно. Не занимался глупостями с друзьями? Нет? А, занимался. Ну-ка, поподробнее. Что за неприличные? Ой, как мы застеснялись. Какие мы скромные. А ну, рассказывай. Может, поговорим об Эндрю? Может, проблемы совсем не у Эндрю, Роберт? Может, это ты закрылся и не хочешь рассказать Жене о первых сексуальных опытах? Ну? И когда ты начал заниматься глупостями с друзьями? Ладно, перестань, это уже слишком. Ладно, прости. У нашего мальчика появляется любопытство к вопросам секса. И было бы правильно, если бы его отец мог просветить его, основываясь на своих мальчишеских опытах. Так что... Давай. Рассказывай. Когда у тебя был первый сексуальный опыт с другом? Ну, мне было 18. 18? А что? Тебе было 18? Ну да, я встретил парня в пабе и... Минуточку. Ты был взрослым? Нет, ещё учился в школе. В смысле, заканчивал. Но, если хочешь знать... Да, мне было любопытно. Мы пошли к нему. Нет, стоп, пожалуйста. А в чём дело? Не хочу это слышать. Но ты же сама просила. Я попросила рассказать невинную историю с твоего детства. Это было невидно. 18 – это не невинность? 18 – это уже не 6. Эндрю – 6. Есть небольшая разница. Значит, ты не хочешь знать? Нет. И были другие? Какие другие? Другие эксперименты. Ты же не хочешь знать. Что, блин? Сколько у тебя было? Ты сама подняла эту тему. Я вообще не хотел говорить. И ты спал с парнями, когда мы уже были вместе? Боже мой, нет. Я был абсолютный и на 100% тебе верен. Но ты хотел спать с мужчинами. Господи Иисусе. Сначала ты такая типа хиппи-хиппи. Давай поделимся грязными секретами, а теперь орёшь на меня. Если ты спал с мужчинами после того, как мы стали жить вместе, это уже совсем другое дело. Да не спал я с мужчинами. Но ты об этом думал, правда? А ты что, сурковская пропаганда? Я ничего не делал. Я абсолютно и на 100% тебе верен. Но ты думал о том, как переспать с мужчиной. И даже сейчас ты об этом думаешь. А ты что, не думала спать с женщиной? Но это совсем другое дело. Значит, да. Я этого не говорила. Ты когда-нибудь фантазировала, думала о других женщинах? Это совсем другое дело. Значит, да. Конечно. А в чём же разница? Мысли о двух женщинах в кровати тебя заводят? Нет. Ну, немного. Да. А мысли о двух мужиках в кровати меня совсем не заводят. И в этом разница, заводят это тебя или нет. Это двойные стандарты. Это не двойные стандарты. Это так и бывает. Да о чём ты это? Это и есть двойные стандарты. Это совсем другое дело, когда мужчина с мужчиной. Я был мальчиком, мне было 18. Но были другие. Но один другой. Когда? Когда я ездил в Европу. В Европу? Тебе уже было 25. Мы не были вместе, когда я ездил в Европу. Боже мой. Мы решили сделать паузу. Я помню, что это была твоя идея. О, Боже. О, нет. Ты тоже с кем-то была, когда мы были в Розь. О, Боже. За исключением этого, я был тебе абсолютно верен. Без всяких исключений. Я был абсолютно верен тебе. Мне кажется, я тебя вообще не знаю. Рэйчел, я тебе никогда не изменял. Я замужем за геем. Я не гей. Ты спишь с мужчинами? Нет, перестань. Это было 10 лет назад. Ты до сих пор хочешь спать с мужчинами? Это безумие. Совсем нет. Теперь всё понятно. Нет, нет. Что теперь всё понятно? Почему секс никогда не доставлял удовольствия? Секс никогда не доставлял удовольствия? Ну, я думала, что да, но... Ты думала, что да? Я тоже думал, что да, и вдруг оказывается, что никогда. Вот так вдруг. Потому что я, как дурак, признался в том, что был 10 лет назад. Нет, я уже раньше поняла. Что? Как ты поняла, что он был без удовольствия? Ты могла сделать этот вывод, только если у тебя было что-то, кто-то другой. И ты сравнила. Рэйчел. Напрягись и опровергни меня. Ты с кем-то встречаешься? О, боже, с кем? Я с Клэр. С тренершей по йоге? Да. Она чумовая. Я знаю. Как ты смеешь судить меня за то, что я сделал много лет назад, а сама изменяешь мне сейчас? Я тебе не изменяю, я просто была женщиной. Это значит, что у тебя секс с Клэр. И, видимо, более приятный, чем у нас с тобой. И это не значит, что ты изменяешь? Грёбанная лицемерка! А ты грёбанный педик. Ковырялка. Пидор. Ковырялка. Ку**ов. Нет, 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 это точно не я. Это знаешь кто? Филипп. Он потрясающий, ты даже представить не можешь. Даже не можешь. У тебя зубы. И знаешь что? Мне нравилось, я кончал как паровоз. А когда ты пытаешься делать минет, я мечтаю, чтобы там внизу был он, а не ты зубами щёлкала. Пойдёшь раздвигать ноги с моим йогом, ковырялка? Папа. А что такое у минет? Давай, приятель, пора собираться к маме. Нет, сегодня мы ночуем у тёти Клэр. Что? Нет. Нет. Ладно. Я лапал белописи Тима. Всё, пошли. Мама будет через минуту. Кобылялка. Что рисуешь? Похоже на меня. А что я говорю? Ты всегда это маме говоришь. Папа, а что такое ковырялка? Ну, это по-голландски, неважно. Эндрю. А что здесь написано? Я сломал белописи Тима. Ну да. А что такое? Тима. А что такое? По-голландски.